И всем привет, друзья, с вами Кратофан, и сегодня мы рассмотрим еще одну карту от нашего МСИ Пушкина вместе с Охотником за носками. Сегодня он сделал тут очень интересные какие-то нам комнатки, тут различные изобретения в креете, короче, реально еще одна очень интересная серия, поэтому смотрим до самого конца. Но перед началом просмотра обязательно подпишись, нажми на лайк, напиши комментарий, и также просто обязательно нажимай колокольчик, чтобы не пропускать новые ежедневные видосики. Но мы начинаем! Так, появился, значит, где-то с такими двумя пушками в руках, вот такой вот опасный Кратофан, буквально руки картошки у него какие-то, и тут книжонка, давайте зачтем. Вечер в хату, Кратофан, да-да, это снова мы МСИ СМИ Пушкин и Охотник за носками. Мы сделали для тебя четыре необычных механизма, я не знаю, зачем мы сделали первые два механизма, ну ладно. Будем считать, что я с Охотником построили эти механизмы на тему, зачем мы это построили. Все, короче, понятно, что ничего не понятно. Правило, сначала иди к заметкам, потом, прежде чем открывать дверь в другие комнаты с механизмами, нужно нажать на кнопку, лежащую рядом с данной дверью. Хорошо, хорошо, так и сделаем. Вот у нас заметки там комнаты, раз, два, три, и почему-то пять, а где четыре, я не знаю, а это дополнительно какое-то после видео. Ну, короче, посмотрим. Так, здесь кнопки нету, поэтому идем в заметки. Опа, натыпыхнулись. О, мы где-то появились в какой-то другой комнате. Здесь, по ходу дела, как раз-таки находятся заметки, связанные с водяным колесом и подобным. Так, тут у нас командный блок назад, пока что еще рано. Смотрим. Запитывать можно, значит, от лавы. Это мы уже узнали. Так, это у нас как раз-таки от ГАЗД. Еще раз демонстрируется запитка при помощи вот такого вот потока воды горизонтального. Здесь запитка, как у нас и на каком-то видосике 4 назад, по-моему, у нас вышла серия, где вот такое вот колесо запитывается при помощи также песка душ. Таким образом, здесь вырабатывается также 320 в тиг, как и вот здесь вот. В общем-то, ладно, он немножко у нас опоздал. Но ничего страшного, в принципе, здесь демонстрируется работа бесконечной такой половины печи, чтобы ничего сверху у нас не получалось. Только уголь тратился, а вот здесь такое железо туда-сюда кочует, и в итоге оно никак не приполагается, а просто активирует, так сказать, вот эту вот печку. Этот механизм мы уже видели, поэтому думаю, что рассматривать мы его подробно не будем. Здесь у нас что? А здесь у нас, по ходу дела, по ходу дела, что там такое, чего это идет? А, здесь у нас лава. Так, лава, хорошо. Она перекачивает сюда, а здесь вообще книжка, давайте зачтем. Давайте улучшим настроение к картофану. Заодно с вас 500 лайкосов, а с меня тайминг того лаву-генератора энергии в комментах напишу. Окей, хорошо. Видимо, что за генератор я не знаю, какой тайминг, короче, я ничего не понимаю. Ну, в общем-то, давайте реально поставим 500 лайков, я думаю, что вы это запросто сможете сделать. Так, здесь у нас что? Я не понимаю, то же самое как будто. Но здесь, а это что такое? Это, это какая, стоп, там рука внутри. Она, видимо, что-то там, здесь у нас лава. Ааа, то есть я так понял, это у нас запитывается при помощи лавы, что ли, или что, или нет, или здесь надо тайминг врубить. Короче, я не понял ничего, ладно, давайте смотрим здесь что. Здесь у нас дополнительно, в общем-то, можно сделать еще вот так вот. Вот здесь у нас просто поток воды и еще песок душ, а здесь у нас два потока воды, два источника, точнее. И, в принципе, здесь песок душ, а здесь магма, которая, наоборот, притягивает это колесо и делает так, что из вас и утик. А здесь у нас что? А здесь должны быть еще генераторы. Ну, видимо, не хватило сил. Так, давайте, короче, телепортируемся обратно и идем, наконец-то, в первую комнатку. Вот она. Нажмем на кнопку сначала. Ой. А что это такое? Ааа, походу, дело надо было наоборот сделать. Короче, они даже были вот так, наверное. Так вот, типа, хоп, такие. А там что-то есть? Ааа, там книжка, вот оно что. Короче, ладно. Так, книжку и давайте зачтем. Ну, а это просто нажимная комната, там точно нет никакого подвоха. Хорошо, так и поверим, наверное. Короче, идем в эту комнатку. Так, оп, давайте лучше берем, слушайте, картофельную пушку. Мне кажется, она мешает вам обозрению. Мы появились в какой-то комнатке. Так. И что? И что? Куда ведет это? Туда? Туда, туда. Туда, 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 туда. Стоп. У нас, по-моему, закрылась дверь. А как ее открыть? Может быть, надо наоборот идти? Во, смотрите, открылась она. Короче, так мы идем, идем. Она закрывается. И реально, смотрите, комната становится бесконечной. Будто по-десь мы идем обратно. И она открывается. И можем, короче, идти обратно. Все. Вернулись, короче. Это просто какой-то бред. Хорошо. Следующая книжка. На втором механизме. Я не знаю, удивишься ли ты или нет. Но я точно знаю, что его боятся даже чеченцы. Ооо, чеченцы. Предупреждение. Сделаю поле зрения на 5 чанков. Видимо, надо сделать на 5 чанков. Потому что нам, по ходу дела, будет лагать. Поэтому давайте сделаем 5 чанков. Все. Открываем эту дверку. И телепортируемся. Так, назад. А это, видимо, назад. А это что такое? А где? А что? Так, подождите. Короче, видимо, это будет какой-то взрыв. Мне страшно. Я нажимаю на рычаг. Ааа, я слышу какую-то... О, боже. Вот оно что. Короче. Ха-ха. Вот почему чеченцы боятся этого взрыва. Потому что это реально просто машина для уничтожения всего мира. Слушайте, знаете, мне что-то напоминает. У меня был такой тикток однажды давным-давно. Я при помощи командных блоков вызывал очень много ТНТ-шек. Они разлетаются так вот вниз. Очень похоже на это. Только здесь у нас они разлетаются при помощи креида. И, в принципе... А зачем там вода, интересно? Ну-ка. А, стоп. А, это просто запитка. Понял. Здесь даже запитка, прикиньте, не при помощи моторчиков. Кстати, смотрите. Т-оп. А здесь, смотрите, идет вот такое усиление этих вот ТНТ-шек, чтобы они летели как можно дальше при помощи вентиляторов. Слушайте, прикольно сделано. Короче, давайте это выключим и телепортируемся обратно. Помнишь, как ты делал обзор моей первой карте на большой реактор на углях, который работал при помощи печных горелок? Да, кстати, помню. Это было буквально месяц назад где-то. Из мода Create Craft and Additions, который работает только до версии Майна 1.16.5. Теперь мы усовершенствовали другой реактор на углях, который работает даже на 1.18.1 в версии Майнкрафта. Слушайте, давайте смотреть, что это такое он там сделал вместе с охотником за носками. Вот мы в этой комнате и здесь у нас... Опа, ну, смотрите. Здесь, что написано? Предельная высота на углях. Чего? Каких углях? Я не понял. Это включая деревья. Это включая деревьев. Короче, я ничего не понял. Какие угли, какие питаются, кто углями, я не понимаю. Ну, короче, смотрим, здесь у нас забирается древесина. Она, я так понял, куда-то выкачивается. Выкачивается она вот здесь снизу. Идет сюда на переплавку. Идет там, видимо, на перераспределение. На вот этих довод у нас получается уголь. И он идет куда? Он идет куда, я не понимаю. Он идет, скорее всего, куда-то... Подождите, вот сюда. Вот он идет на склад, короче. Он складируется. Также там распределяется. И все это выходит, так понимаю, здесь. И идет просто дропание прямо в вот эти вот печные двигатели. А печные двигатели у нас здесь крутят-крутят. А где находятся они? А, вот здесь они находятся. И что? А-а-а, вот оно что. Они, смотрите, они просто плавят рандомную руду. Ну, как бы не плавят, а она туда-сюда-то вот качует при помощи этого механизма. Кстати, слушайте, очень компактно сделано. Посмотрите, буквально вот экстендер один. Здесь вот этот передатчик. И, в принципе, все. Очень компактно. Вы просто огромные молодцы, что догадались до такой компактности. Потому что, ну, реально, чтобы так вместить много печных двигателей. А откуда все это запитывать? Во, похудело отсюда. Вот, смотрите, здесь оставшаяся емкость. 327 тысяч ЕН. Слушайте, это просто огромное количество. Когда одно водяное колесо максимум вырабатывает 320 просто ЕН. А здесь тысяч. Вы прикиньте, тысяч. А здесь что-нибудь показывается. А вот, каждая штука 32 вырабатывает. Итого здесь 10, я так понимаю. Ну, и, соответственно, вот что получается. Короче, реально мне это очень понравилось. Очень-очень круто. А здесь, кстати, написано, это грибосвет гному понравится. Да, ему это очень понравится. Погнали обратно. Хм, а что если? Ладно, не будем медлить. Заходим. Короче, все. Хопа, убираем это дело. И телепортируемся. Вот мы в этой комнате. И здесь, походу, дело огромная связь с адом. Здесь какая-то книга. Опа-на. Если у меня под землей нет лавы, то можно сделать добывалку лавы нашим методом. А именно при помощи портала. Кстати, в Нижний мир тоже можешь зайти. Ну, давайте сейчас зайдем, посмотрим. Так, а здесь у нас, опять же, что? Предельная высота лавового реактора. Зачем это, я не понимаю. Ну, видимо, короче, я не знаю, короче, что это такое. Даже не могу догадаться. Но здесь у нас, что это работает? Так, понимаю, работает все это дело. Вот, вместо угля здесь ведра с лавой. Они просто здесь заправляются и идут, соответственно, в эту половинную печь. Потом выходят, наверное, забираются. Идут там, короче, при помощи вот этих вот штукенций. Заполняются лавой, которая добывается здесь уже в аду. Кстати, это даже, мне кажется, проще, чем дерево добывать. Давайте зайдем в ад, посмотрим. О, здесь у нас идет просто добыча, так понимаю. Какой-то буфер. Да, видимо, что все выкачивалось. Тут у нас идет эта штука. Заправлялка, подождите. Здесь заправлялка ведь, да? Заправлялка находится. Вот она. И идет, наверное, все это при помощи вентилятора, который здесь вот дует или не дует. А вот он здесь забирает. Все вот эти вот ведра с лавой идут уже в наш мир. А здесь, видимо, что-то должно было быть. Но нету ничего. А тут просто идет выкачка. Кстати, очень круто. Ой, 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 какие вы молодцы. Как круто сделали. Но это как декор. Короче, очень круто сделали. Будто бы реально выкачивается какая-то нефть. Правда, это все идет здесь, да, выкачка. Ну-ка, здесь даже сделали какие-то цепи. Да, здесь просто идет такая дырка и выкачивается огромное количество лавы. Давайте перейдем дальше. Вот мы в этой комнатке. Давайте смотреть последнее. Дополнительно, после видео. Не знаю, это после этого видео или после вот этого всего рассмотрения. Короче, идем вместе с вами. Я все равно вам все покажу. Так, мы находимся в комнате. Что это такое? Версия Create. Не знаю, все ли знают. А здесь что? Ванильная версия. Все знают. Так, что это такое? Здесь у нас ничего нету. Здесь ничего, здесь ничего. А здесь вот такой вот замшелый кирпичный кирпич. Замшелый камень кирпич. Так, нажимаем. Оно переходит вот сюда. И, видимо, у нас вот этот вот Redstone Компаратор все это дело активирует. Так, хорошо. Нажимаем еще раз на кнопку. И, видимо, это сюда куда-то обратно передается. И у нас все это задвигается. То есть он как бы сделал такой вот рычаг из кнопки. Наверное, так. Ладно, давайте посмотрим, что он здесь сделал. А тут, видимо, такая же версия, только при помощи Create. Да, смотрите, просто здесь у нас располагается пятаймер рычаг. Здесь тоже второй пятаймер рычаг. То есть, хоп, мы нажимаем, и это все вырубается. Нажимаем еще раз, и это у нас вырубается. Так, давайте вылетим отсюда и посмотрим, что здесь вообще было. Так, вот такая карта. Ага, все понятно здесь, что было. Вот это, походу, дело тут он механизм тестил. А это та комната, скорее всего. А это что такое? А вот это что-то интересное. Слушайте, давайте нажмем. Что-то, видимо, они там пытались сделать вот на основе того вот механизма. Типа, лучше, так сказать, ГАЗД. Так, оно работает дальше. Слушайте, оно двигается, да ведь? Да, оно двигается, реально. Слушайте, оно двигается, это удивительно. Хопа. Ну, правда, конечно, медленно как-то. Но, думаю, что они что-нибудь придумают. Ну, реально, они, по сути, улучшили механизм ГАЗД, если еще раз нажать. Ну-ка, оно ведь перестает двигать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Последний, наверное, шаг. И все, больше ничего. Так, а это, наверное, куда-то вверх ведет или что? Да, смотрите, здесь механизм двигается какой-то дополнительный. И, походу дела, он нас в вертикаль это все дело перемещает. Вот это да. Мне очень интересно, что из этого выйдет потом. А здесь что такое? Здесь какая-то табличка. Ну-ка, что здесь такое? Это не работает. Они, видимо, здесь что-то тестили. Видимо, да, здесь что-то вообще конкретно все поломалось. И ничего больше не работает. Ну, а с вами был Картофан. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Также просто обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ежедневные видосики. Также, если у тебя есть какая-нибудь подобная карта, может быть, ты ее сделаешь скоро. Может быть, есть какой-то мод. Может быть, карта на прохождение. Или вообще что-нибудь другое. Может быть, даже не связанное с крейтом. То просто обязательно все это дело присылай на почту. Если что, то у нас есть в описании под этим видосиком. И также в описании канала. И, возможно, именно твоя постройка или что-то там пришлешь, попадет в следующий видосик. Всем удачи. И всем пока.